Привет, друзья! Сегодня приготовлю бисквитный торт с ягодами. Я буду использовать голубику и вишню. Для бисквитного теста мне понадобится только три ингредиента. Мука, сахар и яйца. В бисквитное тесто кладут на каждое яйцо приблизительно 20-30 грамм сахара и 20 грамм муки. Точное количество ингредиентов я укажу под видео. В приготовлении бисквита дело очень простое, но существует несколько хитростей, которые позволят получить идеальную структуру и вкус. Для начала используйте только свежие яйца. Яйца для приготовления бисквита должны быть холодными. Вы должны взять из холодильника. Яйца я уже предварительно разделила на белки и желтки. Важно взбивать яйца в чистой стеклянной или нержавеющей посуде, без остатков воды и жира. Посуду, в которой вы будете взбивать белки и желтки, тоже необходимо охладить в холодильнике. Белки взбиваю сахаром, миксером, до густой пены. Сахара беру приблизительно половину от нормы. Белки должны увеличиться в объеме приблизительно в три раза. Хорошо взбитые белки остаются на ложке и не стекают с нее. В другой емкости я уже взбила желтки с сахаром. Взбивать нужно до тех пор, пока масса немного не побелеет и не увеличится в объеме в два раза. Чтобы бисквит получился пышным и высоким, я уже предварительно просеяла муку. Так мука обогащается кислородом и избавляется от лишних комочков, а изделия получаются очень пышными. Во взбитые желтки добавляю муку и тщательно перемешиваю силиконовой лопаткой. Чтобы из бисквитного теста не улеточились пузырьки воздуха, его следует быстро замесить и сразу выпекать. Теперь понемногу добавляю взбитые белки и перемешиваю легонько лопаткой снизу вверх. Тщательно перемешиваю до однородной массы. Бисквитное тесто нельзя хранить, его нужно сразу же выпекать. Бисквитное тесто у вас должно получиться вот такой консистенции, приблизительно консистенции густой сметаны. Разъемную форму для запекания я взяла форму диаметром 24 сантиметра. Застелила пергаментной бумагой и смазала дно и бока сливочным маслом, а также притрусила мукой. Теперь аккуратно наливаю в форму приблизительно 2 трети теста. Добавляю в тесто ягоды, в центр добавляю голубику, а по всей окружности добавляю вишню. Сверху заливаю оставшееся тесто. Форму нужно заполнить по высоте не более чем на 2 трети, так как при выпекании тесто увеличивается в объеме. Бисквит выпекаю в духовке 30 минут при температуре 180 градусов при нижнем и верхнем нагреве. Первые 10-15 минут бисквит нельзя трогать и открывать дверцу духовкой, чтобы он не осел. В зависимости от особенностей духовки может потребоваться немного больше или меньше времени для выпечки бисквита. Готовность бисквита можно определить по цвету корочки. Корочка должна быть ярко-золотистого цвета и по упругости. Если надавить пальцем на бисквит, если он плохо пропечен, то там останется ямка. Если ямки не остается и бисквит упругий, то значит он уже готов. Готовность бисквита можно определить при помощи деревянной шпажки. Если на шпажке не остается тесто, значит бисквит уже готов. Готовый торт сверху посыпаю сахарной пудрой. Сопечитание выпечки с ягодами дает нежный изумительный вкус. Друзья, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Буду делиться с вами новыми вкусными рецептами.